Если в подобных случаях выяснение отношений дойдет до суда, то и там к делам подход новый. Электронная система внедряется в столицу, заявила сегодня представитель Мосгорсуда Ольга Егорова. А для решения некоторых вопросов уже сейчас не требуется личного присутствия. Александр Лякин подробнее. Пока суд да дело. Эта русская поговорка означает что-то очень долгое. В московском городском суде решили, что эта народная мудрость точно не про них. В Москве внедряется самая передовая информационная система, которая полностью изменит работу городских судов. Так, например, скоро все документы станут доступны в электронном виде. Зашел на сайт, ввел электронную подпись и знакомься с материалами дела, подавай ходатайство или получай справки. Ну, сроки это безусловно. Извещение судебных повесток можно будет в электронном виде, мы сейчас уже извещаем. Это тоже большая экономия. И вот эти вот проволочки с почтой, когда, например, уже процесс прошел, они только получают судебную повестку, они прекратятся. На каждом этаже Мосгорсуда висят сенсорные экраны, на которые вводится информация, в каком кабинете какое дело рассматривается. Внизу есть сканер для штрих-кода. Приложил свою справку, и если ты участник процесса, то сразу узнал всю информацию, которая к тебе относится. Ходить в архив и запрашивать документы будет не нужно. Это очень просто. Ну, а потом у нас сейчас все перевернулось. У нас даже уже и пенсионеры не расстаются с мобильными телефонами. У нас уже слово «интернет» уже знают и дети, и старики, и все. Потому что, когда что-то случается, все говорят, нам поможет интернет. Страна изменилась, она ждет этих изменений. И для них это будет хорошо. На весь проект внедрения комплексной информационной системы отведено чуть больше года. На эту программу московские суды получили заемы от Международного банка реконструкции и развития. Но уже сегодня Мосгорсуд и некоторые другие суды столицы буквально напичканы электронными системами. Так, председатель суда, не выходя из своего кабинета, может посмотреть, как идет любое заседание. Сейчас идет процесс в Визбайловском районном суде. То есть и звук пишется? Да все. Вот это видеопротокол. Правда, доступ к этому протоколу будут иметь только судьи и участники процесса. Все это называется электронное правосудие. Но электронное не значит обезличенное. Никакие дела не будут рассматриваться автоматически, как под копирку. И уж, конечно, скорость судопроизводства здесь не самоцель. Перешел, например, дорогу в неположенном месте. А через две минуты тебе приходит смс о том, что по решению такого-то суда с вашего счета списана такая-то сумма. Это, конечно, шутка. Но с введением элементов электронного правосудия дела действительно будут рассматриваться гораздо быстрее. И этому уже сейчас есть конкретные подтверждения. Например, работа с правообладателями. Им часто бывает очень важно заблокировать пиратский контент именно в ту неделю, когда идет премьерный показ фильма. В Москве, чтобы добиться обеспечительного иска по таким делам, даже не надо приходить в суд. Заявка о нарушении авторских прав приходит к суде в электронном виде. Именно так было с известным сайтом «Рутрекер», который после нескольких таких исков был и вовсе закрыт. По закону это все делается в тот же день, когда к нам и обратились. Последние фильмы были на моей памяти. «Путешествие в Нотландию», «Черное место». Но это просто то, что я сейчас вспоминаю. Правообладателем является Warner Brothers. У них существуют представители на территории Российской Федерации. И вот как раз, как только эти фильмы запускаются в прокат, на сайтах появляются их нелицензионные копии. Несмотря на то, что введение электронных систем требует денег, в итоге для государственной казны это обернется значительной экономией. Уже в этом году отказ от части бумагооборота позволил московским судам сэкономить 100 миллионов рублей. Ну а самое главное, после внедрения всех информационных систем очереди в судах должны уйти в прошлое.